Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, у человека украли некоторые личные вещи, вот из-за чего он теперь испытывает тревогу и неприятные чувства, связанные с этим, потому что вещи были достаточно личные, можно сказать, что интимные. Значит, я бы сказал, что здесь есть несколько важных моментов. Первый из них заключается в том, что вы стесняетесь. То есть что такое стеснение, да? Ну вот, в какой-то степени получается, да, что стеснение – это некое такое подавление, да? Вот, можно так сказать. С другой стороны, человек, который сталкивается, значит, с подобным опытом, он, на мой взгляд, не может не чувствовать какой-то злости, да, вот, ну, какого-то реагирования, в общем-то, он не может на это как-то не реагировать. И я думаю, что мы с вами здесь как раз вот сталкиваемся с тем, что вы реагируете на это, ну, что вы реагируете на это. Вы реагируете на это, на мой взгляд, как раз-таки чувствами злости, ну, вот, вы реагируете на это, на это как раз-таки вот с чувствами какой-то обиды, да, агрессии, может быть, вот. Что, как мне кажется, вполне нормально в этой ситуации. Но вы себе как бы это запрещаете, вот, на мой взгляд. То есть, есть вот такое ощущение, да, что вы запрещаете себе чувствовать злость, что вы злитесь на эту, на эту ситуацию, вот. Когда человек что-то чувствует, но при этом подавляет это в себе, возникает тревога. Это ощущение тревоги. Вот. Потому что, ну, есть эмоция какая-то, определенная эмоция, получается, есть. Вот. А человек себе ее не разрешает, эту эмоцию. И, естественно, ему эта эмоция обращается как бы, ну, внутрь, внутрь человека. Вот. Вот это вот, на мой взгляд, то, что происходит сейчас с вами. Это неприятно, это больно, это тяжело, само собой. Ну, это как будто бы то, что вот вы чувствуете сейчас. В данный момент. Вот. Поэтому я бы поработал бы здесь в первую очередь с стеснением. Вот. Потому что стеснение здесь явно не неестественное, явно ненормальное. Вот. А стеснение здесь явно вот в той, ну, в какой-то, в какой-то степени является токсическим. Вот. Это такое токсическое стеснение. Это стеснение, которое абсолютно не, ничем не обусловлено. Вот. Я бы так я бы так это сказал по крайней мере. Вот. И соответственно дал бы некоторую такую определенную свободу своим проявлениям. То есть направлением своих сил. То есть вот. А если вы недовольны чем-то, чем-то, если вы обижены чем-то, если вы злитесь на что-то, вот. В данном случае вы имеете полное право злиться и полное право обижаться. Вот. Потому что самым таким вот я бы сказал грубым образом были наручены ваши личные границы. Вот. Я думаю, что дальше было бы легче и тревог бы вам так сильно не мешало бы. как мешает вам она сейчас. Другой вопрос. Что стоит? За стеснением, да? То есть вот. За стеснением по-видимому скрывается вам. Стыдь. Вот. То есть вам стыдно. Вот. Вопрос здесь заключается в том, как мне кажется, что именно вам стыдно. из себя представляет ваше чувство стыда. Ну, как правило, это вот что-то, что-то. Что-то такое, что можно описать как некий подавленный такой, может быть, протест, да? некая подавленная какая-то реакция, вот, которую на мой взгляд вам нужно увидеть в себе и научиться выражаться. Вот. Потому что если этого не делать, вот, то у вас так и останется тревога. Вот. Сама по себе тревога не страшна, вот, сама по себе тревога не является чем-то патологическим, вот, здесь скорее история про другое немножко. А именно здесь история про то, что она значит. Вот. И она значит вот совершенно то, о чем я только что сказал. Вот. Поэтому значит когда определенные блокирующие тенденции у вас будут замечены, да, когда определенные блокирующие тенденции будут значит сняты, вот, я думаю, что ее тревог на суде. Если говорить совсем просто, то ваша история про непринятие решения в этой ситуации. Вот. Ваша история по сути про то, что что-то сделали не очень хорошее по отношению к вам, а вы за себя получается как бы еще и виноват. Вот. Ну, при таком раскладе я полагаю, что значит, значит, ну, я полагаю, что при таком раскладе вот с счетом того, что вы описываете, ну, не так еще и плохо в этом смысле вы себя чувствуете. Вот. А могло бы быть, в принципе, все гораздо, 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 гораздо хуже. Все могло бы быть. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Да? Вот. по-моему, мне. Но это в данном случае в данном случае это не так важно, вот, как оно могло бы быть. Вот. Поэтому я думаю что и вас в принципе тоже это не особенно беспокоит. И ну, я думаю, что вас так скажем не должно это особенно беспокоится. Это нормально. Вот. Вот как-то, как-то так я бы ответил вам на вопрос, который вы задает с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. по-каме, Спасибо.